Всем привет! Меня зовут Юля, и сейчас мы с вами немножечко поёжимся и растянем главную мышцу лица, которая называется резориус. Вот это мышца, которая оттягивает уголки губ к уху, и мы с вами улыбаемся. Главный ёжик сегодняшней программы маленькая, но уже леди, и по совместительству КВНщица Злата. Злата нужно будет объяснить нам, как выполняются асаны. Именно так называются позы в йоге, как говорит гугл. Среди представленных поз есть поза дерева, поза лука и поза ящерицы. Как ты думаешь, который из этих поз про дерево? Ну вот, собственно, с дерева мы сейчас и начнём. Нужно ногу поставить на другую ногу, подняв её. Вот я так поставила. И руки ещё нужно поднять наверх. Соедини их. Кстати, Злата, я ещё приготовила для тебя маленький сюрприз. Думала это объяснить, это самое простое. Вот мы берём сейчас позу дерева, как ты утверждаешь, и переворачиваем, а там написано... Врикша сана. Изучаем егийский язык вместе со Златой. Сейчас рубрика начинается. Это была Врикша сана, всё верно, это была поза дерева. Следующее у нас есть поза ящерицы, среди представленных оставшихся карточек, и поза лука. Как ты думаешь, кто это? Ящерица. И зрителям, конечно, тоже рассказывай. Они сейчас все повторяют. Итак, любую ногу нужно отставить назад. Выборь заднюю ногу. Переднюю ногу чуть поближе. Ой, подальше, подальше. И руки поставь вот здесь, на локтях. Как вы думаете, вот сходство прямое, да? Ты тоже так можешь? Да. Я думала, я одна суперчеловек. Очень полезная поза, знаете почему? Потому что если вы будете тренироваться каждый день, то вы сможете даже в позе лёжа на диване дотянуться ногой до пульта. И включить свой любимый канал, конечно же, Девятка ТВ. А давай её перевернём. Ут-ты-ха-на-при-ш-тха-сана. И ещё один пункт в нашей программе выполнен. Ну и как бы мы уже все поняли, поза лука нам осталась с тобой. Нужно лечь на живот. Ой, это легко вообще. Выключите свет. Так. Ноги подними наверх. Повыше. Ладно. И... Идёт, да? Нет? И руки ещё подними и возьми за... Я могу только за твои ноги взяться. Так. За свои. Вот так вот. Я надеюсь, что наши зрители поняли, за чьи ноги нужно бороться. Вообще, это очень полезная поза считается для тех, у кого сидячий образ жизни. Всё логично. У кого сидячий образ жизни, тому лежачая поза. А лежачих, как вы знаете, не бьют. Вот такая вот у нас... Ну-ка, как она называется? Дханурасана. И с вами были мастера йоги Злата и Юля. Помните, что йога на самом деле это не только физические упражнения. Это ещё и зарядка для ума, а наш разум, как вы знаете, очень любит игры. Поэтому позвольте себе немножечко поиграть и пошелить. Да, ведь, Злата? Да. Ну и скоро с вами увидимся.